Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Значит, вопрос касается страха смерти и старости. Человек пишет, что эти мысли порчат ему жизнь. Вот, всего 33, каждый день думает об этом, начинает позитивно наслаждаться жизнью и жить полной жизнью. Вот, у кого есть опыт решения таких проблем, напишите, пожалуйста. Ну, соответственно, с правилами сайта, рекламировать себя запрещено. Вы можете выбрать экспертов, которые вам понравятся, и, соответственно, исследовать этот момент. Значит, что касается страхов. В первую очередь, я бы сказал, что поскольку эти мысли появляются у вас, уже, ну, в голове, да, появляются смыслом, то можно предположить, что желание смерти и вот желание старости возникают у вас. Что такое смерть? Это освобождение. Значит, вы чувствуете себя зажатой. Что такое старость? Ну, это одиночество, немощность, да, некая такая пассивность. Что-то уже, ну, связано вот с тем, что вы можете чувствоваться, да, по-давно. Поэтому смотреть нужно на ограничивающие тенденции в вашей жизни. Вот, и, соответственно, вот, смотрите, как вы на это реагируете. Это первое. Второе. Вы говорите, мешает позитивно, мешает жить позитивно и наслаждаться жизнью. Ну, вот, это вызывает вопрос, что такое жить позитивно, вот, и чем именно вы наслаждаетесь жизнью. Жизнью. Потому что если бы вы жили позитивно и наслаждались бы ею, то у вас бы таких мыслей не возникло. Значит, как раз-таки вы не живете позитивно и не наслаждаетесь жизнью. То есть, ну, здесь можно поднять такой вопрос, касающийся именно интереса вашего, вашего собственного интереса к своей жизни. Вот, сколько вам интересна ваша жизнь. Часто говорят, вот, ну, про старость, да, как про одиночество. То есть, вот, одиночество, вот, история. Это про избегание, как бы, контактов с людьми, вот, и про, ну, отказ от налаживания контактов. Вот, именно, вот, то, что вы не налаживаете контакт с людьми, а больше, как бы, или избегаете, или пытаетесь не потерять. Вот, ну, и непринятие себя, конечно, тоже есть, если вы считаете, что, вот, что вы, например, заслуживаете одиночества, или если вы чувствуете себя одиноким человеком, то это история про непринятие себя, про невозможность находиться как бы наедине с собой, вот, и про желание заслужить чьё-то одобрение, вот, с последующей неудачей в этом вопросе, потому что, ну, понятно, понятно, что одобрение тех, кого вы пытаетесь служить, вы не заслуживаете, потому что, ну, людям нет нужды и необходимости вас одобрять, потому что, когда они вас одобрят, да, то что какую-либо власть над вами эти люди потеряют, вот, они этого не хотят, ну, сознательно или бессознательно, неважно. И, соответственно, всегда, вы всегда будете, ну, как это, тяготеть к тому, чтобы получить одобрение, вот, ну, как-то, как-то, вот, тех людей, да, вот, которые вас, как-то, не одобряют, вот, 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 так, вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, вот, то есть вы спрашиваете вот опыт решения таких проблем есть у всех, у всех, у всех психологов, вот, поэтому выбирайте любого, кто вам понравится, кто подойдет, и начинайте работать, вот. На этом все, надеюсь, что вам это было интересно и полезно, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, позволю вам начать на собой работу, удачи вам, всего самого доброго. Спасибо.